Штрэээвух Алло? Мансур? Как дела на кормушках? Какой метро? Я ебас! Метро! Говори все! Тебе найду, бля! Эх гонзон! Урод бла! Пидор бла! Ммм, черная полоса! Будьте расчетливей из-за коронавируса! Всем привет! С вами Штрэбух! Если включить телевизор и посмотреть пару выпусков новостей то можно подумать, что... Мы все умрём! Я этого насмотрелся, но посидев недельку дома я осознал то, что помойка меня уже не обеспечивает. В кармане пусто! И спад по просмотрам на канале, а также по доходу и подписчикам. В итоге я подсуетился и добыл пропуск к мусорным бакам. Так что теперь выходя на охоту за находками я буду держать уши востро и хвост пистолетом. Это обзор моих находок из помойки. Готовьте дошираки и всем приятного просмотра! Нашел игровую приставку с Алиэкспресса, в которой уже установлено 150 игр. Модель DJ809. В комплекте, к сожалению, был только один джойстик. Приставка работает прекрасно. Прикольная вещь! Можно поиграть и поностальгировать. Положу ее в сюрприз-бокс. Офигенная находочка. Нашел проводную колонку Nokia. По состоянию колонка абсолютно новая, даже в защитных пленках. Модель колонки Nokia MD8. В принципе, неплохая колонка. Такую можно брать с собой на шашлыки. Самый топовый планшет, который я находил в своей жизни. Это айпад четвертого поколения на 16 гигабайт. У меня когда-то был подобный, только с другим разъемом под зарядку. В него даже можно вставить сим-карту. Я просто в шоке. Люди зажрались просто капитально. Как можно выкинуть в помойку айпад? Возможно из-за того, что забыли пароль? Айпад заблокирован. С блокировкой это по сути кирпич. Продать его можно будет только на запчасти. Самое интересное то, что экран в идеальнейшем состоянии. Нет ни одной трещины. Я как-то до этого находил тоже айпад, но он был абсолютно без экрана. Там по сути была только плата. А здесь полностью целый, абсолютно рабочий айпад. Кому интересно посмотреть запись стрима, как я нашел этот айпад, заходите по ссылке в описании на мой второй канал. Помимо того, что я нашел этот планшет, мне еще задонатили 9000 рублей. На стриме была просто жара. Я его даже не пытался разблокировать, так как мой подписчик после стрима мне сразу написал и купил его за 4000 рублей. Мне только осталось его упаковать в коробку и отправить почтой России. Я в шоке с находок. Это просто жир. Реклама. Все вы знаете, что помойных контент-мейкеров не так уж и много на ютубе. Так вот, есть один мусорщик. Привет, я мусорщик. Копаюсь уже очень давно. Находок полно. Телефоны, планшеты. Все что можно. Даже золото есть. Ссылка будет в описании. Также есть у меня продажи на авито. Кому интересно заходите, посмотрите. Прицените, подпишите. Контент годный. Парень старается. В помойках лутается. Ссылка в описании и в моем сознании. Нашел рабочий увлажнитель от бренда Polaris. Работает прекрасно. Первый режим работает вот так. В принципе, неплохо испаряет. А второй режим просто жесть. Капец, этот увлажнитель мощный. Он реально топовый. Хотя я нахожу не первый раз увлажнители, но вот этот просто самый мощный. Какая красота. Помойка радует, как обычно, офигенными подарками. Обогреватель от бренда Ellenberg на 2000 ватт. Работает прекрасно. Продам рублей за 200 на авито. Нашел универсальный блок питания. Очень полезная находка. С помощью этого блока питания буду проверять технику, найденную в помойках. Вот, к примеру, нашел вот такие часы янтарь. Кварцевые, сделанные еще в СССР. В часах есть даже потайной ящик для хранения золота или ключей. Питаются часы от батарейки в полторы вольты. Но, к сожалению, они не работают. Очень обидно. Часы смотрятся офигенно. Но, к сожалению, стрелка залипла на одном месте. Попробую продать рублей за 50 на авито. Может, кто-то и починит. Часы старые, их очень жалко выкидывать. Самые лучшие комментарии последних видосов. А если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед своими щедрыми подписчиками. Рабочая ТВ приставка от дом.ru. На задней панели имеется даже HDMI вход. И даже можно подключить флешку и смотреть на ней фильмы. Изначально в комплекте не было блока питания и HDMI кабеля. Все это я доложил из своих запасов. Продам ТВ приставку на авито рублей за 500. Рабочий чайник от бренда Tefal. Модель VITES. С регулировкой температуры. Чайник полностью рабочий, но есть одно но. Подставка каким-то образом поплавилась. Скорее всего положили на рабочую плиту. Из-за вот этих визуальных косяков придется продать его всего лишь рублей за 80 на авито. Нашел на стриме монитор DNS. Кто хочет посмотреть запись, заходите на мой второй лайв канал. Ссылка в описании. Монитор DNS на 19 дюймов. Матрица целая, но он к сожалению не включается. Модель V1956. Попытаюсь продать его на запчасти. Возможно кому-то матрица понадобится. Магнитола для автомобиля Пионер. Но скорее всего это подделка. По качеству видно то, что это не оригинал. Так она к тому же и не включается. Вот к примеру по вот этой штуке я понимаю, что магнитола на дисках. Но по факту никакими дисками тут даже и не пахнет. Гнездо запаяно. Че делаете? Чай пьем. А че с кружкой у вас? Да хуй братуха не знаю вообще. Че такое? На наху нет у нее. А вверх запаяно. Запаяно. И магнитола очень хлипкая. Такое чувство, что она сделана из консервной банки. Я не думаю, что фирма Пионер делает магнитолы в таком плохом качестве. Я в шоке от такой начинки. Какой нахрен Пионер? Залупа с Алиэкспресса. В помойку. Нашел крутой маленький нож. Офигенный. Буду брать с собой на шашлыки. Крутая находка. Перцовый газовый баллончик шок. Абсолютно целый. У меня уже такой же был. Но когда я был в отпуске в Крыму, мне пришлось его выкинуть. Радует то, что помойка возвращает мне те вещи, которые я каким-то образом потерял. И теперь у меня есть новое средство самообороны от конкурентов. Рабочий тостер от бренда Елрам. Работает прекрасно. Продам рублей за 300 на Авито. Рабочая ударная дрель от бренда Скилл. На 750 ватт. Ну конечно есть подозрения на то, что в ней нужно поменять щетки. Продам ее на Авито рублей за 700. Рабочая электроплитка. Что довольно большая редкость. Обычно нахожу такие плитки с нерабочей комфоркой. Но здесь обе работают. И это просто шикарно. Такие плитки всегда пользуются спросом. На Авито получится ее продать рублей за 350 как минимум. Нашел профессиональный фен Марк Шмидт. Профессиональный просто потому, что тут так написано. Фен в своей коробке в полном комплекте. И даже есть чек о покупке. Кто-то его брал за 2600. Но я больше чем уверен, что профессиональный фен не может стоить таких денег. Он по любому должен стоить дороже. Фен вроде бы как и работает. Но у него есть большая особенность. К сожалению на двигателе поломаны лопасти. Я даже не знаю каким образом это могло случиться. Положу его обратно в коробку. Возможно когда-нибудь я найду запчасть и починю его. Ну а если не получится починить, всегда есть план Б. Я просто заберу провод на медяшку. Нашел очередной сетевой кабель. У меня тут уже меди почти целая сумка. Скоро придется идти в поле и обжигать. Такое я еще никогда не находил. Это мыло сделанное в форме тюльпанов. А еще нашел две бутылки мужских духов Фаберлик. Духи внутри абсолютно новые. Запах нормальный. А еще нашел немного пробников. И еще карманный микроскоп. В нем есть даже встроенный фонарик. Жалко то, что это шерпотреб. И никакой ценности он не имеет. А степень увеличения у микроскопа примерно как в моем телефоне. Непонятный кулон на шею. Какой-то демонистический. А вот еще странный кулон. Ну прям какая-то мистика. И еще два кулона. Но не простых. В них можно вставить фотографии любимого человека. Просто сказка. Небольшая партия мелких находок. Новый газовый шланг. Двойник. Очки для плавания. Буратино. Четыре новых вилки. Кулер для компьютера. Рабочая веб-камера Logitech. И куча различных проводов. Там же был блок питания Asus для ноутбука. Один из подписчиков узнал о том, что мне нужен петличный микрофон. И прислал мне его в обмен на сюрприз бокс. Охренеть. Состояние у микрофона просто идеальное. Теперь с помощью него звук в видосах будет намного круче. Офигеть. Он мне даже письмо прислал. Привет, Штребух. Твой канал 10Mouse10. Удачи найти iPhone 11 Pro Max. И набить 100 тысяч штребушат. Сори за ошибки и кривой почерк. Два года уже не писал. Ха-ха. Жизненно. Надеюсь микро тебе понравится. Советы. Конкурентов вырубай. За территорию делись. Находками не делись. Помойка кормит. Маркушин Даниил, спасибо тебе огромное за такую посылку. Ты явно заслуживаешь ссылку на свой канал. А кстати братва, он заснял распаковку моего сюрприз бокса за 1000 рублей. Снизу в описании прикрепил ссылку на его канал. Заходите, прицените обзорчик. За 13 дней удалось продать оперативку, лампу для маникюра, 4 бокса в размере S, 2 в L, кинотеатр Sony, светильник, кенгуру, айпад, марки, противень и корм для щенков. За 13 дней удалось заработать 27800 рублей. Довольно таки неплохо. Учитывая то, что я неделю просидел дома из-за коронавируса. Спасибо вам за просмотр. Больше находок на втором лайв канале. Так что не забудь подписаться. А лучшая благодарность для меня от вас. Это подписка на мой канал. Кнопка будет вот здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok